Всем привет! На линии Григорий Комов. Я рад приветствовать вас на своем канале и хочу представить вам свою новую рубрику. Она называется «Мое прочтение». В этой рубрике мы будем читать статьи из журналов современных и не очень, ну чаще, конечно, ретро. Журналов тематики кино, музыки и видеоигр. Иногда я буду читать вам отрывки из хороших книг, которые по каким-то причинам забыты. А я бы хотел, чтобы эти книги были, жили и оставались в памяти в наших неспокойных головах. Сегодня я хочу показать вам журнал. Журнал, который очень важен, очень интересен для меня. Я надеюсь, он будет также интересен для вас. Это «Культовая фангория». Выпуск 1984 года. Почему именно 1984 год и почему именно фангория? Ну, во-первых, фангория никогда не издавалась на русском. Фангория является редким гостем в наших краях. Журнал «Американский». Посвящен он ужасному кинематографу, ужасному в хорошем смысле этого слова. И, в частности, всяческим закулисным процессом. Процессом кинопроизводства, создания спецэффектов. В общем, все то, что лично мне кажется очень интересным. А почему именно 1984 год? Вы знаете, на самом деле просто так легла рука. Давным-давно, примерно году в 2012, я увидел на eBay лот все номера в фангории с 1979 по 2004, или по 2005, я не помню. Причем цена была какая-то смешная. Ну, для меня это были большие деньги, но я не пожалел. Тем более, на тот момент я планировал учиться в аспирантуре, изучать кино, и мне нужны были материалы, западные материалы. Поэтому я, не глядя, скупал все самые интересные книги и журналы, связанные с хоррором. Собственно, приобрел большую стопку фангории и выбрал именно этот номер, потому что так легла карта. А вот просто сунул руку в общую стопку, достал, увидел. 1984 год на обложке Return of the Living Dead. Возвращение живых мертвецов. Замечательный панк-хоррор про мертвецов. И сегодня мы прочитаем отсюда одну статью. Собственно, это и будет как раз статья, посвященная фильму о возвращении живых мертвецов. То есть то, что у нас на заголовке. Но перед этим я бы хотел сделать небольшой анбоксинг, показать вам, что находится внутри этого журнала. Возможно, перевести и прочитать еще какие-то статьи в будущем. Потому что здесь много всего интересного. Здесь и Шварценеггер, это Терминатор. Давайте мы достанем и начнем просматривать. Посмотрите на это лицо, скажем так. Побитое, злое. Ну, в общем, то, за что мы любим Арнольда, как он отлично сыграл в первом Терминаторе. Если это можно назвать актерской игрой. То есть, с одной стороны, это никакой актерской игры, а с другой стороны, это просто максимум актерства. Потому что это вот такой пример, когда роль подобрана идеально. Давайте смотрим, значит. Ну вот, журнал 1984 года. И здесь маленькая, на самом деле, будет статья про то, как готовится к выходу этот фильм. Все мы знаем историю Терминатора первого. Он собрал неплохую кассу, но мог бы собрать гораздо больше. Но никто не верил в успех фильма. Собственно, сама компания, выпускавшая его, не верила в успех фильма. Поэтому, например, Возвращению живых мертвецов здесь посвящено очень-очень много страниц. Это большая статья. А Терминатору тут посвящено буквально две странички. Хотя, какой фильм знают лучше теперь, ну, вы сами понимаете. Терминатор – это культ, а Возвращение живых мертвецов – это, ну, скажем так, культ, но в очень узких кругах. Ночь кометы – неплохой хоррор. Подготовка к выходу кошмара на улице Вязов. Вот вот Фредди Крюгер склонился с перчаточкой. И New Gruesome Effects – это статья про какого-то художника по спецэффектам. Честно говоря, я не вдавался в подробности. Давайте листать. Итак, хоррор-классикс. Нас сразу встречает реклама. Тут какие-то маски-морды довольно жуткие, прикольные. И вот тут адреса, куда можно заслать деньги. Маски, кстати, не дешевые. 50 долларов, 45 долларов. Ну, с нашим сегодняшним курсом. Это жопа. Хотя доллар тогда тоже был другой в учетом инфляции. Мини-постер охотников за привидениями. Очень низкого качества. Фильм вышел в 1984 году. Ну, и здесь его всячески продвигают. Содержание. Postal Zone. Почтовая зона. Тут, значит, люди ругаются на то, что Джейсон нет, Майкл – да. Извечное противостояние 80-х. Кто из киноманьяков круче? Джейсон Уорхис или Майкл Майерс? Собственно, здесь не понимают, почему закрыли серию «Пятница 13». Я напомню, что в тот момент сериал «Пятница 13» считался закрытым. То есть Джейсона убили в четвертой части и не сразу решили, возрождать его или нет. Ну, собственно, в основном все письма про это. Типа, какого хрена убили Джейсона? Мы хотим Джейсона. Другие говорят, что «Жопу Джейсона, давайте нам Майкла Майерса». Но если будет какая-то обратная связь от вас, и вы захотите узнать, что же писали люди в письмах, кстати, обратите внимание, пишутся письма, а внизу всегда обратный адрес. То есть, как в фильме «Джей Молчаливый Боб», да, можно потом гонять по адресам и навешивать люлей тем, кто слишком много критикует ваши любимые фильмы. Будет интересно, мы прочитаем эти письма, ну и просто поболтаем на тему, какие раньше были люди, какие у них были убеждения, вкусы, что они вообще писали. Здесь какой-то вспоминает классику про вампиров. Студия «Хаммер», британский фильм «Вампиры-любовники». Ну, в общем, тут целая культура эротических фильмов европейских, хоррор, эротических хорроров. Но это надо читать, изучать, честно говоря, я плохо знаю всю вот эту тему, потому что все, что вышло до 68-го года, а именно до культовой ночи живых мертвецов, ну, для меня этот хоррор такой. Интересен, может быть, только с энциклопедической точки зрения. Смотреть его мне, а я не очень современный зритель, но даже мне это уже не всегда выносимо. Так, дальше у нас «Fifties Monster Maker». Это тот, кто создавал эффекты и создавал монстров в фильмах 80-х. Некий Гарри Томас, про него большая статья. Тут и интервью у него большое. Он рассказывает про технологию создания всяческих некрасивых морд. Посмотрите на этих телепузиков, они прекрасны. Большая очень статья. Видимо, фигура большой величины из кино 80-х. Ну, тут какой-то вот обгорелый уголек. Дальше идет большая статья «Ночь кометы». «Ночь кометы» – неплохой трэш-хоррор 80-х. Довольно жуткие местами, много комедийных элементов. Но у нас в России его не очень хорошо знают. Тем не менее, я прочитал эту статью, она довольно интересная. Если среди вас есть поклонники данного фильма, но если не поклонники, а хотя бы те, кто его видел и кто заинтересован в том, чтобы узнать что-то побольше, я могу вам ее перевести, зачитать, и мы вместе пообсуждаем, опять же, что там и как. Ну, здесь такие зомби, которые люди стали превращаться в таких уродов под воздействием кометы. Забавный фильм. «Видеоглаз доктора Циклопа». Это свежие релизы на ВХС рекламируются. «Маршмеллоу Менес». Значит, это зефирная угроза. Этот вот художник Билли Брайан, мистер Стейпафт его называет, он создал вот этого вот зефирного человечка для фильма «Охотники за привидениями». Собственно, здесь его история, как он работает в индустрии, вот здесь вот его другие работы показаны. Собственно, история художника по спецэффектам. И здесь рассказ об уловках и издержках, и особенностях его профессии. Так, здесь у нас какие-то необычные кепки. Кстати, прикольно, жалко, что такое уже не купишь. Это вам не кангол, посмотрите, тут все гораздо серьезнее. Только всего лишь 9 долларов плюс доставка. Ну, 9 долларов тогда были другие, сейчас это скорее уже 15 долларов бы стоило. Но прикольно, смотрите, пивная банка, какой-то слезняк сверху, кусок яичницы, кусок какого-то говна на голове, мозги. Блин, прикольно, я бы себе купил такое, чтобы рубрику «Кепка вести». На самом деле было бы идеально. Но это уже все в прошлом, может быть, на eBay, но за какие-то космические деньги, я уверен. Потому что это выпустили тираж, его раскупили и забыли. А вот на самом деле, видите, вырезаете купончик, тут даже скидка, вот, помечаете галочкой, что вы хотите заказать, это в доинтернетную эпоху, и идете на почту и отправляете вместе с деньгами. Кстати, деньги надо внутрь конверта вложить. Арнольд Шварценеггер – это «Терминатор». Небольшая очень статья, как я уже сказал. Вот, буквально, видите, три странички всего. Ну, тут скриншоты из фильма, ну, вот, постер, промо-фотография. Довольно интересно. Если бы этот фильм раскручивали как надо и посвятили в той же фангории, не знаю, страниц 6-7, вот, фильм бы поимел больший успех, хотя время расставило все по местам, и «Терминатора» знают все. Эту статью тоже я уже прочитал. Обязательно зачитаю ее вам. Обязательно будет перевод. Ну, обсудим какие-то нюансы. Хотя, опять же, объем статьи очень маленький. Тут большие фотографии, текста как такового нет. Арнольд Шварценеггер на съемочной площадке буквально там несколько фраз сказал, что, блин, тяжело сидеть в гриме 4 часа, но, типа, съемки напряжены, но все равно я рад, что здесь работаю. Кстати, в 84-м году Арнольд Шварценеггер уже был звездой, ну, звездой культуризма и спорта. Он уже был 100%, он уже был мистер Олимпия на тот момент, а в кино он уже снялся в «Конане Варваре», и, собственно, его уже знали. Хотя актер он был специфический, конечно. «Return of the Living Dead» – «Возвращение живых мертвецов». Репортаж с съемочной площадки «On the Set Report». Эту статью мы сегодня прочитаем. Я вам ее зачитаю. Буду показывать фотографии, буду показывать текст, какие-то дополнительные вставочки сделаю, чтобы вам было интересно, чтобы не просто слушать мой голос. Здесь очень большая статья, подробный вообще отчет, интервью у актеров, интервью у режиссера, у продюсера, у всех. Так, смотрите, здесь вот куча фотографий, два разворота, продолжение на странице «Continue on page 64», продолжение на странице «64», то есть еще в конце журнала есть. «Астронавт-кровопийца», «Кровососущий астронавт». Это классика, фильм называется «Первый человек в космосе», «First Man into Space». Он был снят в 1957 году, в те времена, когда человек в космос еще не слетал. Юрий Гагарин тогда еще только готовился. У фантастов, и у режиссеров, и авторов было множество фантазий на тему, каково это там, что там в космосе. Ну, только собачки же, кошечки летали. Поднялся, значит, астронавт в воздух, а там какая-то пыль особая оказывается, о которой никто не знал. Он покрылся этой блестящей пылью, какой-то корочкой стал покрываться. В общем, стал мутантом, убийцем. Он постоянно нужно было пить кровь. Вот такая была фантазия у людей. Но в 1961 году советские люди развеяли миф о всяческих космических пылях. 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 Не знаю, короче. Довольно большая статья. Тут про то, как делали грим, про какие-то производственные нюансы, про финансы. И опять же, продолжение на странице 64. То есть тоже большая статья. Fresh Blood in the Business. Свежая кровь в индустрии. И здесь про молодого художника. Делал эффекты для незавершенного фильма. Злоба. А здесь они работают над токсическим мстителем. Вы знаете, совсем молодой человек. 20 лет-то нет. Том Лаутон его зовут. И вот они тут снимают космическое... О, этого токсического мстителя. Фильм о студии Трома. Тут ожившая печень, видимо. Могу сайти. Видите, вот тут его работы, опять же, представлены. Это же журнал был не только для зрителя. Он был еще такой, сигнальчик для внутрииндустрийной кухни. То есть там, если о ком-то написали, значит, человек достойный. Значит, можно к нему обратиться. То есть тогда не был налажен интернет. Ну, нельзя было там зайти, свободно ткнуть в паркфолио и так далее. И если нужно было кого-то раскрутить, в том числе мастеров по спецэффектам, то можно было посмотреть фангорию, увидеть работу человека, ну и как бы сделать какие-то выводы для себя. Кошмарная библиотека. Здесь обзор новых книг в любимом нами жанре. Кошмарного лицевязов, обратите внимание. Создание самого последнего, значит, ужаса от Весса Крейвена. Тоже on the set, значит, на площадке. Репортаж с площадки. Вы посмотрите, мать Нэнси, разложившись. Этот кадр, кстати, не попал в фильм. Я хорошо знаю первую часть. Его нет даже в режиссерской версии. Но здесь мы видим фотографию, как распидорасила Джонни Деппа. Простите меня за мой русский. Очень интересная статья. Тоже мы ее обязательно прочтем. И пообсуждаем. Хоррор в печати. Майкл Макдаул. Писатель, не знаю такого. The Pit and the Pen, это снова книги. Брат Теодор. То, что я создаю на сцене, это нереально. Но это реальный хоррор. Тоже мастер по спецэффектам, видимо. Я не знаю, кто это. Он такой с колоритной внешностью. А, это какой-то актер. Актер, правда, я не могу... Лицо знакомо, но не могу вспомнить, откуда он. Монстр Инвэйзин. Это, значит, up to minute warnings of what's coming your way. То, что придет на ваши экраны с минуты на минуту, имеется в виду. Вот, смотрите, феномена. Да, и Арджента, она вышла в 85-м году. История с темной стороны. The Stuff. Фильм про йогурт-убийцу. От каннибалов. Да, он вышел в середине 80-х. На видеокассетах до этого был запрещен. И, кстати, на видеокассетах он вышел сильно-сильно порезанный. Но тут много замечательных фильмов. Франкин Винни. Франкин Винни, это же первый фильм этого Тима Бёртона. Мультик его первый. Вот, удивительно. Я не знал, что он настолько древний. Войт 2. Ну, в общем, тут много замечательных фильмов. Здесь продолжение статей. Вот, возвращение мертвецов. Первый человек в космосе. Дальше реклама рок-журналов с рок-музыкантами. Куча, видите, гигантские рок-постеры. Так они завлекали. Тут Брюс Спрингстон, NXS, Twisted Sister, Бананорама, Дипешмот. В 1984 году Дипешмот в американском журнале. Ну, Дипешмот не были очень популярны в Америке. Ну, может быть, я что-то не знаю, раз их тут на обложку. Дюран Дюран, Юритмикс, Полис. Короче, ну, вот весь набор героев 80-х. Так, это снова продолжение статей. Реклама, реклама, мерчендайз, постеры фильмов, записи фильмов и музыки. В общем, все, рекламка. Подписывайтесь на журнал Starlog по научной фантастике. Здесь краткий обзор того, что будет в следующем номере. Ну, и, собственно, если оторвать журнал, я этого делать не буду, то здесь будет развернутый постер очень низкого качества, очень замыленный из фильма «Охотники за привидениями». Вот такой вот анбоксинг, такой вот у нас журнальчик. Сегодня я хочу прочитать вам статью, которая находится и на заголовке, и позиционируется как главная статья номера. Эта статья посвящена фильму «Возвращение живых мертвецов». Давайте понемножечку начнем наше прочтение. Отчет со съемочной площадки. Возвращение живых мертвецов. Эксклюзивный взгляд на иное продолжение живых мертвецов. Текст написан Бобом Страусом. Невзрачное побеленное здание на боковой улице Бёрбанг выглядит как обычный, хотя и редко используемый склад. Внутри его главного офиса я нахожу типичный улей из администраторов, отвечающих на телефонные звонки, секретарей, печатающих на печатных машинках, и руководителей, обдумывающих графики и отчеты. Только когда я иду по темному коридору в недра здания и оказываюсь перед закрытой дверью, над которой зловеще мигает красная лампочка, я слышу крики. Я врываюсь в дверь и оказываюсь в комнате, которая подозрительно похожа, ну, на складскую комнату. Ветеран кино и телевидения Клу Гулагер и несколько дико загримированных панк-рокеров безумно мечутся среди прилавков. Но они не проводят инвентаризацию, нет. Они ищут материалы, которыми можно заколотить двери и окна в дальнем конце комнаты. Двери и окна, на которые снаружи напали какие-то ужасные смертоносные твари. Так начинается мое знакомство со съемочным процессом возвращения живых мертвецов. Нового фильма о зомби, написанного и поставленного режиссером Дэном О'Бенненом, сценаристом таких легендарных фильмов, как «Темная звезда», «Чужой» и «Голубой гром». Это история о том, что происходит, когда металлические бочки случайно вскрываются, и из них начинают вылазить покойники. Вещество, оживляющее неживое, удачно просачивается со склада на территорию кладбища через дорогу. Пока вы пытаетесь сказать «Можно мне вашу руку, пожалуйста, мою только что съели?», персонал склада и панки, которые тусовались на кладбище, ведут безнадежную битву за свои жизни против постоянно растущего легиона голодных до мозгов зомби. И это не повседневные заурядные зомби из ваших любимых фильмов. У этих подонков есть индивидуальность. Они разговаривают, они бегают, и они просто продолжают наступать на тебя, независимо от того, сколько конечностей ты им разнесешь, отрубишь или отпилишь. Мы с Дэном не хотели, чтобы этот фильм был похож на один из фильмов «Ромеро», объясняет Уильям Стаут, который после нескольких лет рисования раскадровок и дизайнов для множества фильмов, включая оба фильма о Конане, впервые получит должность художника-постановщика на возвращении живых мертвецов. Мы хотели, чтобы это был фильм о живых мертвецах, который отличался бы от всех остальных. Зомби, правда, получились разнообразные в этом фильме, хотя я бы не сказал, что у Джорджа Ромеро они не были разнообразными. Но здесь может быть такой более яркий и более очевидный дизайн их одежды, дизайн их внешности, который может рассказать нам определенную историю о них, то есть кем они были при жизни. Но и у Ромеро это тоже встречалось постоянно и всюду. На самом деле главное отличие это то, что зомби в этом фильме быстрые, это не Ромеровские вялотекущие мертвецы, здесь они вполне себе разумные, они разговаривают. И самое, наверное, страшное и самое жуткое, что они едят не всю плоть, они едят только мозги и мозги действуют на них как обезболивающее. Они чувствуют всю боль, они чувствуют все гниение, они чувствуют все свое гниение, и это ужасно. Даже трудно представить, наверное, но это и невозможно с физической точки зрения, но даже если попытаться представить, каково это ощущать себя мертвым, ну и душевно, и физически, это настоящий кошмар. Это кошмар, доводящий ожившего покойника до безумия, заставляющий его нападать на живых и жрать мозги, чтобы хоть как-то облегчить свою участь. Ужас. С этой целью стал черпал вдохновение в мумиях Гуана Хуата, Мексика, где владельцы местного кладбища выкапывают и выставляют на всеобщее обозрение трупы людей, чьи выжившие родственники слишком бедны, чтобы платить ежегодную плату за содержание могил. Также вдохновение черпалось в прекрасно сохранившихся до исторических останках болотных людей, найденных в бетуминозных песках Уэльса. Вдохновение черпалось из некоторых наиболее отвратительных творений художников ИСИ-комикс, таких как Джек Дэвис, Джонни Крейг и Эл Фельштейн. В результате получаются самые разнообразные ходячие мертвецы. Зомби из всех эпох американской истории, начиная с Гражданской войны. Зомби без челюстей, зомби руководителей телевидения, ковыляющий асфальту кладчик с костями, торчащими сквозь плавящуюся кожу, полузомби, у которых не хватает всего ниже пояса. Полосатые зомби, расщепленные собаки и даже голые зомби. О'Беннон подтверждает заявление Стаута во время нашего с ним разговора на обеденном перерыве. Я не хотел снимать фильм, в точности похожий на один из фильмов Ромеро. В конце концов, сейчас он снимает свой День мертвецов, и я не хочу с ним соревноваться. Поэтому мне пришлось найти другую тональность, чтобы я действовал в другой вселенной, отличной от вселенной Ромеро. Другой, с точки зрения кинематографичности. Я хотел привнести изрядную долю юмора. Я также подумал, что не буду использовать его фирменный знак. Это крупные планы ран. Я пытался найти способ передать впечатление от ужаса на чуть большем расстоянии. Моей матери не понравились бы запекшаяся кровь и насилие. Но в то же время мои работодатели могут остаться недовольны. Я думаю, они хотят показать самое экстремальное и отвратительное насилие, когда-либо показанное на экране. И я немного устал от всего этого. Я подчеркиваю напряженность и характер ужаса. Я бы никогда не пожертвовал этими вещами, независимо от того, что я делаю с фильмом. Это фильм средней жестокости. Возможно, вам не захочется кушать во время просмотра. Но, с другой стороны, после просмотра вам не понадобится психиатрическое лечение. Ну, я бы не был так уверен насчет того, что не понадобится помощь психиатра после просмотра этого фильма. На самом деле, мне кажется, ромеровские фильмы попроще и полегче. Потому что там, ну, очевидное какое-то социально-политическое высказывание. Здесь-то такой хардкорный трэш местами. На меня этот фильм произвел большое впечатление. Когда я был ребенком, я его посмотрел лет восемь. Мне не было смешно даже там, где авторы, ну, пытались нас рассмешить. Я чувствовал какой-то такой комедийный наплыв, комедийный посыл. Ну, это такой был, скорее, нервный смешок такой. Знаете, когда у тебя там, ну, части лица дергаются, и ты смеешься. Ну, потому что пошутили. Но пошутили в тот момент, когда вокруг все рушится, все кровит, все кровоточит, и полная вообще раздрай творится. Поэтому, ну, я бы не сказал, что это такой попсовый фильм. Всей семьей такое не посмотришь. Когда я смотрел его подростком, там вообще такие сложно сочиненные чувства возникали в голове. Потому что там был персонаж трэш, такой обдолбанный панкушки, который там танцует голый на пьедестале, на могиле. Ну, конечно, когда ты подросток, там возбуждение происходит очень быстро. И буквально через 20 минут мы уже видим ее разложившись с мерзкой мордой, но со все еще неплохим телом. Ну, такие двоякие впечатления. И ужас, и сексуальное возбуждение. Я вообще обратил внимание, что многие режиссеры фильмов ужасов испытывают какой-то бессознательный страх перед женщинами. Они делают их и сексуальными, и страшными. И манящими, и опасными одновременно. Ну, не знаю, это какой-то вот, видимо, специфические мужчины так вот относятся к женщинам. И на самом деле во многих из нас, в мужчинах, я имею в виду, если не сказать во всех из нас, заложен какой-то бессознательный страх перед женщиной и перед ее потенциальной подлостью. Вот, вроде красивая, красивая, а как обернется, а там вот страшная морда гниющая, как после такого жить. Далее О'Беннон объясняет, как он оказался вовлечен в этот проект. Продюсер Том Фокс, чикагский биржевой маклер, который в течение нескольких лет занимался финансированием кино, приобрел права на сценарий Джека Руссо «Возвращение живых мертвецов» в конце 70-х годов. Фокс несколько лет изучала сценарий, пытаясь получить финансирование на производство. В конечном итоге средства на производство были найдены, и режиссером стал режиссер техасской резни бензопилой Тоби Хупер, но все согласились с тем, что сценарий Руссо, несмотря на его хорошую проработку, нуждается в доработке и придании ему более современного характера. В этот момент, с благословения Руссо, Тоби Хупер пригласил своего друга О'Беннона, который полностью переписал текст за 4 месяца. Пока это происходило, возникли некоторые финансовые затруднения, и впоследствии начало производства было отложено. Тем временем Хуперу предложили руководить космическими вампирами, и он выбыл из проекта про живых мертвецов. Тоби Хупер, наверное, очень сильно пожалел о том, что выбрал так называемых космических вампиров. Ну, потому что «Космические вампиры», как они названы на этой статье, вышел в итоге под названием «Life Force» «Сила жизни», «Жизненная сила», про пришельцев, которые там высасывали, значит, из людей жизненную силу. Ну и где эта жизненная сила, и кто ее знает? Этот фильм знаю я и еще полтора человека условно, любители ужасов и творчества Тоби Хупера. А «Return of the Living Dead» все-таки попал в массовую культуру. Ты остался там. По крайней мере, на Западе этот фильм очень высоко оценили. «Затем мы решили упростить процесс и немедленно наняли Дэна режиссировать фильм», рассказывает мне начинающий продюсер Fox. «Мне показалось, что он именно тот парень, который сможет это сделать. Очевидно, что в мире нет никого, кто знал бы сценарий лучше, чем Дэн, и он до смерти хотел срежиссировать свой первый большой фильм, подобный этому. Постановка состоялась точно в срок и в рамках нашего бюджета – около четырех миллионов долларов. «Мы чертовски довольны работой Дэна. Он умный, жесткий и требовательный. Он хочет получить то, что представляет. И он это получит». Дэно Бэнон здесь и сценарист, и режиссер. И продюсеры правильно поступили, что все-таки пригласили его режиссировать этот фильм. Понимаете, когда один человек и режиссирует, и пишет сценарий, это добавляет вероятность успеха, на мой взгляд. «Потому что идея проходит через меньшее количество голов и получает меньшее искажение. Но это при условии, что основная голова более или менее здоровая. Ну, по крайней мере, профессиональная, давайте назовем это так. Здесь он проявил себя по полной». У актеров и съемочной группы «Возвращение живых мертвецов» действительно есть ощущение, что они работают над чем-то совершенно особенным. Несмотря на изнурительный график съемок, порою некомфортные условия работы и некоторые творческие конфликты, например, известный визажист Билл Манс покинул производство на полпути, все, с кем я разговариваю, хвалят картину как один из самых веселых и творчески вдохновляющих фильмов. Актерам и съемочной группе представилась возможность поработать над чем-то новым и необычным. «Это очень весело. Вы когда-нибудь отпиливали голову живому трубу?» Мелодичным голосом задает вопрос актер Клугулагер, радостно выражая чувства по поводу своего первого фильма ужасов. Точенные черты лица и спокойный властный голос южанина, так знакомый по ролям главных героев, которых он сыграл в десятках фильмов и телешоу, все это вызывает восторг, когда он описывает, как играет Берта, владельца склада, где в буквальном смысле начинается ад. «Мы сражаемся с трупами, которые выходят из земли, если, конечно, они не были оживлены, когда висели на мясных крюках морги. Мне пришлось сразиться с одним из них, раскроить ему череп киркой и пригвоздить его к полу. Он никогда не был в земле, так что довольно хорошо сохранился. Приступая к делу, я хотел отчаянно оторваться по полной, и у меня это получается. Это сочетание тоски и ужаса, глупости и юмора, а также огромной боли с творческой точки зрения, которую испытывают все художники. Но все вместе взятое создает восхитительный опыт для такого старика, как я. В моем самом первом фильме ужасов я думал, что многое повидал. Теперь я знаю, что еще ничего не видел». У него удивительно, что Клоу Гулагер испытывает такой шок по поводу того, что он снимается в фильме ужасов. Я вообще удивлен, что они выбрали именно этого персонажа. Он на тот момент был звездой, но звездой преимущественно полицейских и детективных телесериалов. То есть его знала вся Америка, его знали домохозяйки, он играл на таких вот суровых детективов, которые там расследуют убийства и так далее. А здесь его занесло на фильм ужасов. Но, видимо, там не обошлось без всяческих каких-то знакомств и таких внутрикухневых манипуляций. Но получилось хорошо. Для некоторых молодых актеров возвращение живых мертвецов, воплощение мечтаний, а может быть, ночных кошмаров о славе в фильмах ужасов на всю жизнь. «Мне это нравится!» кричит Мигель Нюнис, который играет паука. Панка с дредами, который вместе с Гулагером становится второй половиной умелой команды по расчленению зомби. «Я всегда говорил, что первыми моими фильмами будут фильмы ужасов и настоящий серьезный романтический или гангстерский фильм. Теперь половина этого желания сбывается. Мы с Клу будем избивать Тармана. Я буду колоть и кромсать упыря, который убивает одного из моих друзей. Я просто буду надирать зомбям задницы на протяжении всего фильма». Тарман – это дословно человек из бочки. Вот он, этот вот прекрасный зомби. Вообще олицетворение всех зомбей в эпоху 80-х. Если кто-то хотел что-то рассказать про зомби, везде вставляли вот это вот лицо. В 90-х, конечно, это все уже подзабылось, да и жанр, можно так сказать, по крайней мере, в кино хоррор в 90-х очень сильно потух. Вот. А в 80-х жанр цвел и пах, и, собственно, когда речь заходила о зомби, скорее всего, представлялось большинству, по крайней мере, обывателю именно вот эта вот милая личка. Восторг актера Брайана Пека по поводу фильма об анонимии не выразителен, чем у Нуньеса. «Единственным фильмом, в котором я снялся до этого, была «Последняя американская девственница», и там я сыграл ботаника. «С таким прикидом мне нельзя быть самим собой, я ведь никогда не выгляжу вот так», – говорит мне Пек с умоляющим взглядом, указывая на полосатый раке с высотой в три дюйма, идущий посередине его бритой по краям головы. «Обычные наши рубашки пола, а не эти панковские штучки, в действительности я милый, в некотором роде опрятный студент американского университета. Обычный прэпи». Надо сделать оговорку, объяснить, кто такой прэпи. Я, честно говоря, сам не знал до того, как начал читать эту статью. В современном языке это такой стиль одежды, которым одеваются мужчины, то есть это имитация университетской одежды, причем университет такой должен быть богатый и солидный. Это такой свитерочек, какой-то галстучек, рубашечка. То есть это очень прилично одетый молодой человек. Ну, собственно, здесь он играет оголтелого панка и еще раз говорит и подчеркивает то, что актеры на самом деле здесь работают неплохие. Вот так вот перевоплощаться на раз, ну, тоже надо уметь. Пек играет с Кузо, одного из самых крутых панков. Ему прокусывает череп разложившийся труб. Для этой сцены у него есть трубка, подсоединенная к бутылке с кровью, прикрепленная к затылку. Внутри трубки есть насос с датчиком, и когда через него пропускается воздух, кровь выбрасывается примерно на десять футов вверх в воздух. Пек – давний читатель Фангории, чья комната заполнена плакатами из фильмов ужасов, рассказывает он мне после того, как с ухмылкой описывает в деталях, как работает насос с кровью. Мои друзья продолжают говорить мне, боже, Брайн, если бы только кто-нибудь сел и написал сценарий для идеального фильма, в котором ты бы снялся, и это было бы круто. Я не могу смотреть фильмы ужасов, сообщила мне девятнадцатилетняя Беверли Рэндалл, в которой играет хорошую девушку Тин. «Мне становится по-настоящему страшно. Я потею, и меня поташнивает. Я просто не могу пошевелиться. Когда я только начала встречаться со своим парнем, он постоянно приглашал меня сходить в кино. И если я видела, что там снимается Джеймили Кертис, я говорила «пожалуйста, пожалуйста, нет». К счастью для культурного развития Беверли, ее пребывание на съемочной площадке и наблюдение за тем, как создаются шокирующие эффекты и саспенс, несколько ослабили ее страх перед всем красным и прекрасным. «Тина влюблена в Фредди, который работает на складе медикаментов. Он панк, а она настоящая панка, но он пытается измениться, потому что любит ее. А потом начинают происходить все эти страшные события, и он умирает у меня на руках и практически сразу же возвращается к жизни в моих объятиях и пытается съесть мои мозги. Моя главная функция в фильме – быть преследуемой и много плакать. Я бы действительно испугалась, если бы не увидела, как создаются все эти впечатляющие спецэффекты. Слава Богу, сейчас я в порядке». Как девочка-припевочка попала к панкам? Вообще, о чем думал режиссер-сценарист Дэн О'Бэнн, вводя вот такого персонажа? Она там очень странно выглядит на фоне всех вот этих вот оголтелых придурков. Не знаю, когда смотришь, как-то это все вместе сращивается и как-то все это вместе работает. Ну, она девушка одного из этих панк-приятелей, видимо, поэтому. Но, тем не менее, смотрится она там весьма себе уместно. По поводу того, что она боится фильма ужасов, и вот только наблюдение за тем, как делаются спецэффекты, как создаются все эти кровавые трюки, ну, позволяют ей не бояться. Ну, здесь я ее абсолютно понимаю, я абсолютно с ней согласен. Я могу это наблюдать на примере своих детей, когда они там придут, ну, раньше такое было там, о, я что-то увидел, это страшно, там, напуган. Дальше начинаешь объяснять по полочкам, что это монтаж, это компьютерная графика, это снимается вот так, это делается вот так. Ну, то есть всему есть рациональное объяснение, и ребенок успокаивается. Собственно, я думаю, это с любым человеком, даже со взрослым, так работает. Поэтому кровавые фильмы ужасов со временем просто перестают пугать, пугают обычно другое. Одна леди, которая, кажется, ничего не боится, это актриса, играющая трэш. Помните обнаженного зомби, о котором я упоминал ранее? Уилл познакомься с линией Куигли. Она просто трэш, говорит Куигли о своей героине. Обдолбанный панк-девица, которая после стриптиза на кладбище попадает в меню живых мертвецов. Она действительно не в себе. Она больна и любит смерть и все прочие крутые вещи. Чем более болезненным это будет, тем лучше. Она говорит пауку, что ее мечта быть съеденной заживо ужасными стариками. Что ж, ее желание сбывается, и она не слишком-то радуется этому, когда это происходит. На самом деле, она не этого хотела. Трэш, на которой нет ничего кроме Геттер, вновь появляется в образе высасывающего мозги упыря. Ее сцены были сняты ночью, на специально построенной внешней съемочной площадке на кладбище. Что сказала Куигли по поводу съемок обнаженных сцен в маске зомби? О, здесь холодно, холодно, холодно. Мне не нравится быть зомби, я ненавижу носить маску. Художники красили все мое тело в белый цвет. Три человека с кистями трудились надо мной в течение трех часов. Я начала сходить с ума, а я должна стоять очень прямо, иначе краска потрескается, им придется снова чистить меня щеткой. Нельзя даже присесть, и они не могут меня обернуть чем-нибудь, чтобы согреть, потому что краска может размазаться. Трэш действительно довольно колоритный персонаж. Ну, то есть, в 1984 году показать грудь, показать там сисечки вагину, ну, это было очень смело, это сразу рейтинг такой, ну, не попсовый сразу, 18+. И это сразу уменьшает сборы и количество посмотревших. Но, тем не менее, этот шаг был сделан. На самом деле, если посмотреть документальный фильм про создание фильма «Возвращение живых мертвецов», можно узнать, что там нет ее вагины, там специальная накладка. Она как бы обозначает анатомические сочленения и формы. Ну, то есть, половые губы там не болтаются, простите меня за откровение. Но, тем не менее, если вы подросток, а если еще подросток, который самостоятельно еще не видел ничего подобного, там мозг ваш все дорисует. И спать у вас не получится. И непонятно, то ли от сексуального возбуждения, то ли от ужаса во что превращается эта симпатичная девчонка в конечном итоге. Ну, автор статьи, кстати, не рассказал про остальных актеров. Видимо, они вот в тот момент, когда он писал этот репортаж, не все были на съемочной площадке. Потому что это же был такой забег в один день. Он пришел, кого увидел, с теми и поговорил. Я бы вспомнил актера Марка Вентурини, который играет самого главного панка, такого самого здоровенного по кличке Suicide. У него случилась лейкемия, то есть, ну, долго он не прожил. Хотя выглядел здоровенным, таким крутым, накаченным. Но, тем не менее, умер молодым. Вот такие вещи тоже случаются. И это по-настоящему ужасно. Ну, а все остальные живы-здоровы до сих пор. Вот Клугулагер умер недавно, причем совсем в прошлом году только. Тот самый старенький актер, который там снимается, дожил до 93-х, представляете? А остальные все живы-здоровы. И, надеюсь, так это будет оставаться еще очень-очень долго. Хотя я бы с удовольствием провел остаток дня, слушая, как линия Куигли описывает детали своего необычного выступления, долг требовал, чтобы я разузнал подробности самого большого спора вокруг фильма. Авторские претензии Джорджа Ромеро. Том Фокс разъяснил мне, что еще в начале 70-х годов Ромеро согласился на отказ от иска в отношении интеллектуальной собственности, связанной с возвращением живых мертвецов. Партнер Ромеро и соавтор сценария «Ночи живых мертвецов» Джек Руссо и два других оригинальных партнера с тех пор сохранили за собой все права на возвращение и использование термина «living dead» в названиях любых фильмов, в то время как Ромеро взял себе термин «dead» для своих будущих продолжений. Руссо и другие партнеры не претендуют на интеллектуальную собственность Ромеро, а Ромеро не имеет претензий ни на что, что сделала фракция Руссо с их собственностью. По словам Фокса, трудность возникла, когда его неправильно процитировали в специализированной газете о том, что Ромеро каким-то образом был связан с его постановкой возвращения. Затем Ромеро возразил против использования названия, потому что, по его мнению, это сбивало публику с толку и подразумевало, что он был привязан к проекту, и что прибыль пытались получить от его имени люди, которые не имели на это права. «Кстати, претензии его обоснованы на тысячи процентов, но это не то, чем мы тут занимаемся», — объясняет Фокс. «Ошибка была не моей, она принадлежала газете, которая неправильно меня процитировала. И я хочу предельно ясно заявить, что Джордж Ромеро никоим образом не связан с этим фильмом. Он не имеет к нам абсолютно никакого отношения, как и мы не имеем никакого отношения к его мертвым проектам. «Лорел», продюсерская компания Ромеро, владеет двумя вещами, которые имеют огромную ценность — талантом Джорджа Ромеро и названиями «Рассвет мертвецов», «День мертвецов» или любыми другими названиями, которые выпускает Джордж. Вы знаете, что скоро у него выходит фильм под названием «День мертвецов». Они не хотят никаких сложностей и каких-либо конфликтов с этим названием. И, безусловно, они правы в своем желании. Никто не может возражать против их стремления сохранить свое название юридически чистым. И наоборот, никто не может возражать против нашего желания сохранить наше название, права на которое по контракту и юридически никогда не ставились под сомнение. Название, за права на использование которого, кстати, мы заплатили огромную сумму. Лично мне всегда неприятно читать о юридических разборках. Ну, то есть, Джон Ромеро изобрел жанр зомби. Руссо, ну, то есть, был вместе с ним. И вот «Возвращение живых мертвецов» — это во многом проект Руссо. Что они там не поделили? Ну, для меня это загадка. Мне кажется, всегда можно договориться. С другой стороны, очень странные взаимоотношения иногда в индустрии и между людьми. Потому что, если посмотреть фильм «Обрейнс», это вот документалка про создание обсуждаемого нами сегодня фильма, все говорят, что открытого конфликта между Руссо и Ромеро никогда не было. То есть, они нормально общались, разговаривали. Ну, то есть, всегда оставалось так, что дружба — дружба, а служба — служба. На службе у нас тут судебные разбирательства какие-то идут, да? А так мы с тобой пиво нормально попьем, нормально разговариваем. Пусть суд решит, какой будет исход, кому будет что принадлежать. Ну, не знаю, я бы так вот, наверное, не смог. Ну, то есть, общаешься с человеком, ну, а у тебя же какой-то еще и интерес есть шкурный и меркантильный, да? Ну, не знаю, в этом есть какой-то, может быть, лицемерие, а может быть, другой менталитет. И, ну, для американцев это нормально, что у нас между с тобой какие-то судебные разборки, но мы с тобой при этом добрые друзья. Прояснив это, я направляюсь по коридору обратно в мир живых. Проходя мимо двери с мигающей красной лампочкой, я проскальзываю внутрь, чтобы в последний раз взглянуть на Дэна О'Беннона в действии. Ранее он сказал мне, что сейчас впервые, после 37 лет разочарований, он наконец-то делает то, ради чего был послан на эту планету — он снимает фильм. Наблюдая за тем, как он в очередной раз прерывает простую на вид сцену, где актриса Бевель Рэндольф проходит через дверной проем в темный подвал, я вспоминаю, как он описывал мне процесс режиссу. Ты обливаешься потом, ты и вся твоя команда под светом прожекторов. Жарко, все измотаны, пот заливает глаза, никто не может нормально думать, повсюду камеры. Вы продолжаете менять настройки, ничего не получается как надо. Иногда ты решаешь, что отснятый материал — полный мусор, и сцена летит коту под хвост. Потом ты видишь ежедневные газеты с кассовыми сборами, падаешь назначь и говоришь «Вау! Я ведь даже и не жил все эти 37 лет!» Теперь я удовлетворен. Итак, мы прочитали статью из журнала «Фан Гория», 1984 год. Прекрасный год, подаривший нам много замечательных фильмов. Некоторые из этих фильмов представлены в этом журнале. Здесь о них рассказывается в интересных статьях, и эти статьи мы будем читать. Обещаю вам точно «Терминатора» и «Кошмар на улице Вязов». Если вам будет интересно, прочитаем про «Ночь кометы» и оценим письма читателей. Интересно вообще, как мыслили, о чем думали люди в те времена. Ну, если что, там есть обратные адреса, можно что-нибудь темностаочить, я не знаю. Если это еще актуально с 1984 года, столько времени прошло. Очень прикольно, очень необычно, интересно прикоснуться к истории. Когда ты маленький, ты смотришь все эти фильмы, для тебя это вообще какая-то другая вселенная, какой-то другой мир параллельный. Когда ты взрослый и держишь в руках этот журнал, ну, во-первых, это рационализация, ты понимаешь, что это производство, это деньги, над этим работают люди. А во-вторых, начинаешь узнавать всю кухню, ну, какие-то нюансы вот этой индустрии. Блин, и на мой взгляд, это чертовски интересно. Я готов в этом ковыряться бесконечно. В будущем я планирую читать другие номера в «Фангории». Если вас что-то заинтересовало из этого номера, о чем бы вы хотели узнать подробнее, пишите мне в чатик в Телеграме, пишите комментарии. Я с удовольствием вам отвечу, что-то переведу, язык здесь несложный. Плюс у меня есть хороший помощник Рома из группы «Intouch with Robots». Большое ему спасибо, он мне помогает. Там, где я теряюсь, скажем так, в языковом смысле. Спасибо, что смотрели. Будем на связи. Пока!